Ом Ти Ви Юэй про головне И кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде Русские не хотят войны, как уверен, не хотят ее и украинцы Более того, и это я хочу подчеркнуть особо Мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах Присутствие регулярных войск РФ в Украине – это уже давно секрет Полишинеля Данный факт очевиден всем, кто исключил телевидение из основных источников получения информации И формирует свой взгляд о происходящем на сведениях из интернета, показаниях очевидцев Либо на основании увиденного, услышанного, пережитого личного опыта Тем не менее, находятся те, кто еще сомневается в российской агрессии против Украины В спланированности и последовательности военной операции Кремля А также верят в мифы о гражданской войне на востоке Украины, героизм так называемых ополченцев И в то, что украинские власти проводят карательные операции против населения Луганской и Донецкой областей У самых границ России на Украине не утихает гражданский конфликт, по сути гражданская война В этом сюжете мы остановимся на танке Т-64, который Россия поставляла боевикам, начиная еще с весны 2014 года Т-64БВ идеально подходил для поставленных кремлевскими кураторами боевых задач В СССР эту модель выпускал Харьковский завод имени Малышева Соответственно, федеральным российским и сепаратистским СМИ было проще всего заявлять, что этот танк украинский И был захвачен так называемыми ополченцами Буквально несколько часов назад у ополченцев появилось несколько новых боевых машин Среди которых танки Т-64 Забрали их в качестве трофея Итак, первыми танками, которые РФ предоставила сепаратистам, были Т-64БВ 12 июня три танка успешно проследовали в Донецк через Снежное, Торрес и Макеевку В тот день в ДНР признали, что получили на вооружение три танка, умалчивая от кого именно 20 июня на Донбасс прибыли еще пять танков Т-64БВ Параллельно российские СМИ активно тиражировали новость Ополченцы захватили танковую базу под Славянском На самом деле захвата не было И база осталась под полным контролем украинской армии А появление этих танков на дорогах России в июне 2014 года вызвало массу вопросов Транспортировка российских Т-64 для утилизации или для использования в качестве мишеней на полигон исключена Поскольку для таких целей с танков снимается все навесное оборудование Ящик для инструментов, бортовой экран, инфракрасный прожектор, зенитные пулеметы, динамическая защита К тому же танк транспортирует гражданская машина подрядчика Однако на территории Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах Были обнаружены российские военные тягачи с полностью укомплектованными Т-64 В сопровождении военной инспекции РФ Одним из первых ввезенное из РФ Т-64БВ Сфотографировал корреспондент Евгений Малолетко, недалеко от Дебальцева Возле Янакиева два танка из той же партии попадают в объектив фотографа Дмитрия Оловецкого В Горловке эта же пара танков снята на видео На следующий день, 21 июня, еще два других Т-64БВ засняты уже в Торезе Бросается в глаза скудная, некачественно установленная динамическая защита на бортах Прямоугольные коробки, обозначенные красными линиями Словно кто-то старался изобразить самопал Или не оказалось под рукой штатной конструкции Стандартное размещение блоков динамической защиты на Т-64БВ выглядит совсем иначе Теперь сравниваем эти Т-64БВ с танками, которые перевозили военные тягачи Сопровождаемые автомобилями российской военной автоинспекции В приграничных районах на территории России 19 июня Танки Т-64БВ на российских тягачах с трассы М4 Дон 19 июня И танки Т-64БВ под флагами сепаратистов в украинских городах на Донбассе 20 июня Одни и те же Два со штатной динамической защитой на бортах Три с самопальной На крышах башен какое-то имущество, прикрытое брезентом Второе видео фиксирует не только сам танк, который 21 июня был в Горловке А еще и указывает на местоположение колонны в момент съемки К вышеперечисленным фактам прилагаются фото от пользователей социальной сети Которые засняли танки на все той же трассе М4 Дон Фото выложили в интернет 19-20 июня К тому же доказательства по этим танкам указывают на места съемки На этом фото видна цифра 7 на крышке прожектора справа возле пушки С июня по настоящий момент ничего не изменилось Колонны тягачей с танками Т-64 как шли с территории России на Донбасс Так и продолжают идти Июль Трасса М4 Октябрьский район Ростовской области Июль Трасса М4 Красносулинский район Ростовской области Июль На видео та же трасса М4 Июль уже в Украине И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше И остановится она только во Львове Пара августовских видео Уже в ноябре возле населенного пункта Самбек Ростовская область В Каменск-Шахтинске Ростовской области В декабре месяце возле Самбека 13 декабря на трассе Ростов-Таганрог Входы рефервера в Анярные были собраны резервы следующего класса 150 единиц боевой техники Из них, правда, было 30 танков Все остальное боевые БТА 1200 человек личного состава В этом участке находится Которые проходили обучение В течение 4-х выставок на территории Российской области Они были сюда Включены Самые ответственные были Стоит заметить, что летом военнослужащие российских автомобильных войск Особо не скрывали, что подвозят танки к границе В социальных сетях достаточно фотографий На которых водители тралов позируют на фоне Т-64 После танки выгружали и дальше они шли своим ходом в Украину В отношении некоторых танков военторга Например, как этого казака с надписью то ли ЛНР, то ли ДНР На лбу корпуса Складывается впечатление, что с ними позировала пол армии Российской Федерации А это Т-64БВ за Донбасс Расписанные одним художником Вначале на российском военном трале А потом уже у сепаратистов на Донбассе Есть доказательства, что танки поставлялись из Красноярского края Возле поселка городского типа Козулька Находится 2544-я центральная база резерва танков Военная часть 54-630 Здесь хранится огромное количество разнообразной бронетехники Масштабы можно оценить по этому фото со спутника На эту базу в свое время свезли сотни, если не тысячи неиспользуемых Т-64 Различных модификаций и степени износа Ближе ПГТ Козулька Красноярского края Исправных Т-64 в России не нашлось Налогоплательщикам РФ наверняка будет интересно узнать Что старые 40-тонные Т-64 Находящиеся за 4000 км от Украины Доставлялись далеко не дешевым способом по железной дороге А транспортными самолетами К аэропорту Красноярска-Емельянова Который находится в 80 км от базы хранения танков Т-64 транспортировали военные тягачи на тралах Далее вступали в дело транспортные самолеты Руслан Ан-124 может взять на борт сразу три танка Или же Ил-76 Один танк Осенью 2014 года в интернет было выложено видео На котором запечатлен процесс погрузки танка Т-64БВ На борт самолета Ан-124 31 мая того же года в аэропорту Емельянова То, что отправка танков из Красноярска 31 мая была не единственной Подтверждает июльское фото, сделанное пользователем социальной сети ВКонтакте На нем Т-64БВ грузят уже в Ил-76 Аэропорт все тот же, Емельянова Из Красноярска танки доставлялись в Таганрог Расстояние всего лишь 3740 километров Это указано в названии видео погрузки танка 31 мая И это же подтверждается снимками жителей Таганрога Где летом Т-64 буквально заполонили улицы города Местоположение съемки подтверждено с помощью ресурса Google Maps Видео начало июня По Таганрогу перевозят Т-64А Еще одна модификация Т-64 Место съемки улица Сызранова На этом видео также танки Т-64А Их везут вместе с боевыми машинами десанта BMD-2 У которых характерно закрашены номера и тактические знаки Съемка сделана на перекрестке улиц Ломоносова и Богдана Хмельницкого На этом фото тягач транспортирует Т-64 по улице Мичурина В начале июля 2014 года Под фото красноречивый комментарий жителя Таганрога Входит в привычку Осенью после подписания так называемых мирных минских соглашений Т-64 начали возить и по железной дороге В сети появились Т-64 со следами железнодорожных перевозок На борту указан индекс негабаритности На катках метки от установки специальных крепежных шпор Чего не наблюдалось летом Несмотря на большое количество Т-64 Завезенных сепаратистом на Донбасс Этого оказалось мало для победы над украинской армией При мощной поддержке волонтеров и добровольческих батальонов План Кремля по созданию сухопутного коридора в Крым провалился К тому же танки Т-64 долгое время не эксплуатировались Многим боевым машинам требовался ремонт разной степени сложности А поскольку интенсивность боевых действий значительно возросла Из России полным ходом пошел поток так называемых гуманитарных конвоев Осматривать груз которых украинским пограничникам не позволяли А позже РФ и вовсе не стала церемониться с конспирацией поставок танков в Украину И со средины августа начала отправлять боевикам российские Т-72 То что происходит на юго-востоке Украины это действительно карательная операция Но она проводится сегодняшними киевскими властями А не наоборот Надеюсь что нам удастся в ходе диалога А мы готовы выступать здесь как посредники Выйти все-таки на прямой именно политический диалог И этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию Выступил сегодня президент Франции Макрон уже из Чехии Ну то есть практически прямо на границе с Украиной Продолжил продвигать тему войны с Россией После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом Макрон заявил что Европе пора бы перестать быть трусами Сегодня Минобороны Франции внезапно решили выделить четверть миллиарда евро На ревизию и срочный ремонт ядерных арсеналов подземного и морского базирования А это подводные лодки и шахтные комплексы с ядерным оружием Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...